Доброе утро, товарищ курсант! И добро пожаловать на борт учебного самолета L-39. L-39 Альбатрос является очень простым самолетом, после освоения которого ты получишь необходимые навыки для выполнения полетов на современных самолетах. Наши миссии будут проходить на аэродроме Моздок. В первом уроке сегодня мы научимся запускать двигатель, выруливать со стоянки, выполнять руление и выруливание на взлетно-посадочную полосу. И выруливать на взлетно-посадочную полосу. И выполнять взлет. Перед тем, как вы займете место в кабине самолета, я надеюсь, что вы изучили руководство пилота. Ну что, начнем? Нажмите пробел, чтобы продолжить. Для запуска двигателя необходимо на основном летощитке, который расположен на правой панели, включить АЗС-аккумулятор, АЗС-двигатель, АЗС-преобразователь 1, АЗС-преобразователь 2, РТЛ. На левой панели необходимо включить переключатель, регистратор. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Перед запуском двигателя необходимо установить тормозные колодки под колеса. Для этого необходимо подать команду технику самолета для установки колодок. Нажмите последовательно клавиши. Слэш, Ф8, Ф8, Ф2, Ф1. Вы выполните запуск двигателя от аэродромного источника питания. Подайте команду на подключение аэродромного источника питания. Нажмите последовательно клавиши. Слэш, Ф8, Ф2, Ф1. После того, как питание будет подключено, нажмите пробел, чтобы продолжить. Подключить питание. Прием. Командир, наземное источник питания подключено. Для ведения радиобина с руководителем полетов необходимо установить стартовый номер канала аэродрома «Моздок». На левой панели расположен пульт управления радиостанцией. Нажимая на левую кнопку мыши по переключателю каналов установите канал номер 19. Частоты и номера каналов для радиосвязи вы можете посмотреть в редакторе миссии. После того, как вы сделали это, нажмите на пробел, чтобы продолжить. Далее вам надо настроить радиокомпас РКЛ-41 на дальние и ближние приводную радиостанцию ДПРС-БПРС. РКЛ-41 позволяет определять направление на аэродром, а также его можно использовать при заходе на посадку. На пульте управления СПУ-9, который расположен на левой панели, установите переключатель РК к положению РК. Это позволит вам прослушивать позывные дальние и ближние приводной радиостанции. После того, как вы сделали это, нажмите пробел, чтобы продолжить. На пульте управления РКЛ-41, который расположен на правом пульте, установите переключатель рода работы с положением выкол в положение ANT. При этом должен включиться подсвет пульта управления и индикатора настройки. После того, как вы сделали это, нажмите на пробел, чтобы продолжить. Теперь вам надо установить частоту ДПРС. Для аэродрома Моздок частота ДПРС 525 кГц. Данные частоты для приводных радиостанций можно посмотреть на карте в редакторе миссии. Нажимая правой кнопкой мыши по внешней кольцевой ручке декадного переключателя символом Д, который предназначен для установки сотен килогерц, установите значение 0.5. Нажимая правой кнопкой мыши на внутреннюю ручку флажок декадного переключателя символом Д, который предназначен для установки десятков килогерц, установите значение Доведите курсор мыши на ручку точной настройки, которая находится в центре декадного переключателя. Поверните вправо до тех пор, пока не услышите устойчивый сигнал ДПРС. После того, как вы сделали это, нажмите на пробел, чтобы продолжить. Продолжение следует... Далее переключатель рода работы установить положение кафт. Стрелка указателя радиокомбуса должна показывать курсовой угол ДПРС 275 градусов. После того, как вы сделали это, нажмите на пробел, чтобы продолжить. Переходим к настройке РКЛ на частоту БПРС. Переключатель ДФБ, который расположен на приборной доске под кроном шасси, установите в положении Б. Нажмите пробел, когда закончите. Переключатель рода работы с положения кафт, установите положение А. Нажмите пробел. Переключатель рода работы с об ehrlichом над axством... out. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На пульте управления СПУ-9 переключатель РК ВЫК поставьте в положение ВЫК. После того как вы сделали это, нажмите на пробел, чтобы продолжить. Продолжение следует... 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 Откиньте синий колбачок и нажмите на одну-две секунды кнопку, чтобы запустить двигатель. Установите рычаг управления двигателем из положения 100 в положении малый гав, нажимая клавиши Alt-Hold. После того, как двигатель запущен, нажмите пробел. Продолжение следует... После выхода двигателя настаивший режим малого газа проверки. Обороты ротора КВД должны быть 56 плюс-минус полтора процента. Температура газа за турбелем должна быть не более 600 градусов. Давление масла должна быть не менее 2 килограмм сантиметра квадратный. Сигнал металл, масло и горит. Нажмите пробел, чтобы продолжить. После запуска двигателя на основной электрощитке включите генератор основной и генератор запасный. Нажмите на пробел, чтобы продолжить. После включения генератора подать команду технику на отключение аэродромного источника питания. Нажмите последовательной клавишей Flash F8 F2 F2. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Отключить питание. Прием. Командир, наверное, капитание отключено. Далее необходимо на основном электрощитке включить АЗС, АГТ, КМК, образователь 1, образователь 2, РТЛ, МРП, РВ, ИСК, БАК. Нажмите пробел, чтобы продолжить. На пульте управления РКЛ остановите переключатель положения КАНТ. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Закройте фонарь, нажимая клавиши Ctrl. После закрытия фонаря необходимо закрыть зонки фонаря. Доведите кроссор мышцы на красную ручку, расположенную слева, переместите ее в крайнее переднее положение и убедитесь в надежности их закрытием об огасанию сигнала «фонарь не закрыт». На правом пульте слева от основного электрощитка расположена ручка кермет прибатизации. Переместите ручку в крайнее переднее положение для гелеметизации кампины. После того, как фонарь закрыт и загерметизирован, нажмите пробел, чтобы продолжить. Прощая ручку на приборе НПП, восстановите задачу курса на значение 83 градуса. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Продолжение следует... В нижней части центральной панели находятся указатели триммера руля высоты и элерона. Необходимо проверить, что триммеры находятся в нейтральном положении. Если триммеры не установлены в нейтральное положение, установите их клавишами. Правый Control точка, триммер руля высоты вверх, правый Contég с точки запятой, триммер руля высоты вниз. Правый Controll запятая, триммер элерона влево, правый Controll слэш, триммер элерона вправо. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Выпустите закрылки на 25 градусов, нажав среднюю кнопку на левом пульте. После того как закрылки установились на 25 градусов, нажмите пробел, чтобы продолжить. Продолжение следует... Зажмите тормоз, нажимая клавишу WM. Дайте команду на уборку тормозных колодок. Нажмите последовательные клавиши F8 F4 F2. После того как колодки убраны, нажмите пробел, чтобы продолжить. Убрать колодки. Прием! Колобир колодки убраны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...